Эту лекцию я делал где-то год назад в Мархи, она очень длинная на самом деле, я ее попробую быстренько прогнать, я ее как успел сегодня немножечко обновил, и наверное сразу должен сказать, ну да, меня зовут Филипп, вообще точку выделения мы делали, ну, в общем и целом мы ее делали втроем, конечно, там было очень много людей, и сейчас очень много людей других, которые участвуют, и о нас проехали я скажу, я просто хотел бы подчеркнуть, что во многом это достаточно мое субъективное суждение тут будет, я допускаю, что эти суждения не совпадают в чем-то с тем, что говорят вам ребята, с тем, что вы сами согласитесь. В идеале я бы хотел, я не знаю, вот теперь или за 15 минут, но пролистать все это быстренько, чтобы были еще какие-то вопросы, ну, насколько это позволяет техника. Так что давайте быстро пройду, я пытался вначале понять, как поднять вопросы, а собственно при чем вообще параметрическая архитектура, в чем она актуальна, и что есть аналогично в других сферах жизни. Такие вещи, как краудсорсинг, здесь это мой любимый публичный бассейн в Нью-Йорке, который строится на деньги пользователей, причем видно, что на самом деле на день смены этого бассейна 25 тысяч долларов, а заплатили 41 тысячу долларов. Он сейчас, я думаю, этим бассейн будет в Нью-Йорке. И другие вещи, как вот этот гуэрил дизайн, партизанинг, в Москве нелегально, в принципе, неофициально люди начали делать велосипедные дорожки просто, потому что они понимают, что если не они, то власти никогда это не сделают. То же самое, журнал Village делает краудсорсинговые размещения парковок для велосипедов, где люди сами помечают, где есть парковки и где им нужны парковки, и голосуют, какая парковка наиболее важна. И потом наиболее важная стена выберутся. Моя любимая тема – это метаданная. Вообще, основатель этой темы, о том, какая классная вещь метадады, это Арон Куплин, один из таких довольно наиболее известных, наиболее талантливых, на данный момент, интерактивных дизайнеров. Собственно, метадата – это данные, которые прикладывают к любой акции, к любому действию, к любым, собственно, информации в сети. Например, когда вы делаете, не знаю, чекни на Foursquare или пишете что-то в Фейсбуке, автоматически указывается место, где вы это делаете, во сколько вы это делаете. И вся прелесть метаданных, что в общем потоке эти данные начинают превращаться в какую-то другую информацию, гораздо большую, чем то, что вы думаете. Например, сообщение о том, сколько люди пишут в Twitter или в Фейсбуке в каждую минуту превращается в какой-то общий таймлайн жизни, например, города и так далее. И сколько людей активно стоят в интернете с каждой точки города, превращаются в некую интерактивную арту города, даже если вы об этом не думаете. Здесь один из любимых моих примеров – это проект Google Books. Они оцифровали несколько, по-моему, сотен тысяч книг на разных языках. И с помощью довольно простых алгоритмов они начали смотреть, какие слова используются в разных книгах по годам. То, что для каждой книги сообщается автор, место публикации, переводы, количество тиражей и, соответственно, язык. Это одна из любимых картинок. Они запросили слово Марк Шагал на английском, на немецком и смотрят популярность в публикации книг о Марке Шагала в течение годов. И понятно, что его там не было. Потом всплеск известности в Германии, потому что он немецкий художник. Потом пришли нацисты, Марк Шагал оказался персоной Немграды, и он пропал. А в Англии он как раз набирает обороты тихонечко. И потом вот эти пилы популярности постнацистской Германии достаточно уже разговора не о том, насколько популярны Марк Шагал, а о неких социальной динамике, о том, как люди, которым было запрещено об этом говорить, вдруг начали интересоваться Марк Шагалом, а потом некая ответная реакция вниз ушла, и потом и так далее. Если проверить несколько, ну, по крайней мере, как утверждают исследователи, которые используют этот дирижок, несколько разных тем, то оказывается, что это вообще нормальный социальный динамик для людей, что-то вспоминать вот таким образом. То есть это данные, которые, в общем-то, никому никогда ничего не говорили, но если сопоставить их вместе, то оказывается интересная информация. Это одна из работ Карла Райт, моего преподавателя, по которому я сейчас учусь. Он делал трекинг мусора, который выбросили в Сиэтле, как он передвигается по Штатам. И оказалось, что вместо эффективной переработки там же в Сиэтле, этот мусор уезжает по всем Штатам в течение одной недели. Это его же работа про Рим. Они снимали данные с телефонных звонков, активных звонков по району Рима. Здесь вот, ближайший к нам это, идет чемпионат мира по футболу на стадионе, соответственно. Но это не так важно понять, что люди звонят из стадиона, когда забывается гол, резкий всплеск звонков, фотографий, квитов. Но более интересно, что потом вот здесь вот слева видно, начинает быть вечеринка по случаю этого чемпионата мира. И, в принципе, это можно отследить. В связи с разговором о методанах, мне очень интересно, потому что, извините, тут какая-то плохая связь, я немножко торможу. Довольно интересная вещь, что когда сопоставляется данность, когда сопоставляются какие-то вещи, проявляются некие новые свойства объектов, называется энергенция. Но это длинный, в общем, мой любимый разговор, я не буду остановить. Есть такой фактор, как массовая кастомизация. Так, и я это называю сменой правил игры. Если в какой-то момент Генри Форд придумал конвейер, и человечество получило технологию, которая позволяет одинаковый продукт делать бесконечное количество раз, то сейчас у нас следующая смена. Подходами мы можем любое количество разного продукта делать бесконечное количество раз. А станку, в общем-то, все равно. Это будет 100 тысяч одинаковых деталей, или, как на этой картинке, 100 тысяч разных деталей, просто сформированных алгоритмом. И вот это моя любимая картиночка. Дело в том, что Шелтон Купер, если вы помните, из теории Большого взрыва, он в те времена экономит Говарда Воловица, что тот такой простой инженер, а вот мы физики гораздо круче. И на самом деле, мне кажется, что это в чем-то право, ну, правда, не в смысле, что инженеров хуже, чем в физике, а в смысле, что некая абстракция мысли важнее, чем знания достаточно практические. Ну, это стоит здесь. Это одна из любимых тем параметрики, не параметрики, генеративного дизайна. И, естественно, когда мы говорим о параметрике, о цифровом подходе к проектированию, или, кстати, не об архитектуре, а вообще достаточно широко проектированном, то это, в первую очередь, вопрос алгоритма. Алгоритм может быть такой, или вот такой, или, в общем-то, миг, ну, это, конечно, картинка-презентация, но в некотором смысле это алгоритм, который Бьяр Климперец предлагает для формообразования. Здесь у меня набор картинок, это ребята из КОДЭК делали на фестивале МИС в Москве в том году, с генетелином. Это она же. Это, ребята, сейчас, наверное, заново переведел. Не важно. Это даже инсталлент переведет. Вот, и что такое алгоритм в контексте архитектуры, в контексте объектного дизайна? Тут не очень видно. Это, прежде всего, разработка информационной модели. Что такое информационная модель? Ну, мой любимый пример, это разница между геометрической моделью и вот чайником в Максе. В Телемаксе есть такая шаблонная модель чайник для проверки рендера. Если кто помнит, у нее есть автоматические настройки сразу же. Сколько там у нее ручек должно быть, какой толщины ручки. Сидишь это настраиваешь, не моделируешь, как из пластилина, а он управляется каким-то параметром. Собственно, разработка специально подходящей для твоих задач информационной модели, но не чайника, а здание, это и есть параметрика. И здесь, собственно, откуда я пришел к цифровую архитектуру, к параметрику, это подход информационной модели здания, когда разрабатывается не чертеж, который только артитектор, инженер понимает, что это сами здания, а разрабатывается файл, модель здания, который компьютер понимает, что это здание и понимает, собственно, что в этом здании это что. То есть не просто линии, не полилинии, не кружочки, не крестики, не социальные обозначения, а именно стены. Здесь производится мечта о том, как это будет работать, когда одно и дело, одна и та же модель как-то программируется, создается какой-то концепт здания, который визуализируется, цитализируется, прорабатывается, делается анализ этого объекта, выпускается документация, производится, причем производится, вот эта модель здания, она может содержать несколько вариантов чертежа здания, и оно автоматически сохраняет в идеале, они называются 4D или 5D проектирования, то есть они сохраняют таймлайн постройки, что, зачем давно строительство строится, и таймлайн логистики материала, достаточно интересная и важная часть строительства. И потом этот же чертеж используется уже в эксплуатации техническом окружении здания, перестройки, реновации, сноса, для сноса тоже нужно чертежить, или для переработки. Ну, давайте на этом я немножко останавливаюсь про BIM, программирование, почему мы начали точку выделения вообще, когда мы столкнулись с визуальной программированием. Здесь я накидал несколько примеров визуального программирования. Первое визуальное программирование придумали музыканты, потому что им очень похоже было. Но также мы сейчас уже перешли на секс-ковый скриптинг, потому что он дает больше возможностей, в первую очередь, процессом. Дальше. Вот. И когда я говорю про метрики, мне когда-то давно уже пришло это разделение, что это и несколько планов вообще разговора о том, что мы делаем. Это, конечно, инструментальный уровень. Это, с одной стороны, какое-то делание, ну, например, когда вы чертите в районе, вместо того, чтобы вручную чертить сто колонны или сто-то чего-то, сто-чего-то, вы делаете инструмент, который позволяет вам чертить вот эти колонны гораздо проще. Или который позволяет выпустить на станок детали гораздо проще. То есть это просто инструмент, который помогает вам проектировать. Или помогает сделать формы, которые вы до того не могли. Или помогает проанализировать ваши формы и дорабатывать. и второй план – это генеративный. Когда вы не проектируете уже в классическом смысле этого слова, а начинаете создавать компьютеру файл, по которому он начинает проектировать или что-то моделировать, то есть понятно, что вот такую штуку уже не человек спроектировал, а предоставил возможность компьютеру создавать что-то в рамках или на основе правил, которые задал человек, новое. Или такую штуку. Ну, я не буду доказывать, что именно это генеративный. Рамки, они достаточно мягкие, тут вопрос скорее подхода. насколько ты делаешь осознанную вещь, или ты представляешь компьютеру говорить, что у него вдумывается и просто за собой собираешь возможность оценивать, нравится или нет. Ну, и следующий вариант это некая связка интерактивная. Это наши года-два назад мы делали экспозицию для Москвы. Интерактивная инсталляция, которая использует камеру Kinect для того, чтобы лепить какую-то абстрактную модель слева от этого парня и на тень от такой же модели, но только выстроенной в пенокартоне. Идея в том, что человек может какими-то руками на сенсорном экране как-то моделировать объект в реальном времени. Это с одной стороны как хендмейт обычная работа, с другой стороны это что-то большее. Здесь это не очень понятно. это мой инститинг, когда я пытался с одной стороны делать симулятор того, как движется толпа, с другой стороны вручную попытаться смоделировать какие-то точки притяжения и смотреть, как эта толпа реагирует на эти точки притяжения, какая плотность на протяжении, если мы говорим, что это лошадь, на всей площади подзаряется и опять же это точки притяжения люди ходят между ними эти точки притяжения сдавал руками. Мне важно было генетическое, генетическое тактильное ощущение того, как оно движется от пространства. Это интерактивное пространство, которое сам пользователь начинает менять. Есть еще один уровень, он достаточно абстрактный, но безумно интересный. Это уровень информационный, где мы начинаем думать о том, как передавать, как взаимодействовать потоками информации. Это известная пирамида, что есть абстрактные данные, их мы можем интерпретировать в какую-то информацию, на основе этой информации некое знание получать. И знание многих примеров и вообще жизни, знание динамики, это мудрость. бизнесом, который позволяет нам понимать, что в жизни пройдет. Сказал царь Соломон, и это пройдет. У него был большой опыт, который доказывает, что мы все проходим. Здесь пример одной шведской студии, это, наверное, нехорошо, но я забыл их название, которая показывает, почему ему интересный проект, реальный проект, исследования и соревнования, потому что опыт из одних переходит в другие. модель обеда Ван Мерклер из UN Spielberg Studio. На самом деле это информационный сайт во многом его детичек, и там он больше думает, это его любимая тема, о том, как создать модель здания проектирования, о том, как создать модель проектирования так, чтобы все каналы информации сохранялись, о том, как все задумки сохранялись, все эскизы сохранялись, и это может революционироваться в следующих проектах. Не где-то в подсознании архитектора, а действительно в рамках техедов. То есть, зачем заниматься параметрикой? С одной стороны, это улучшение качества продуктов, потому что действительно анализируя свою модель, мы можем это работать. Или смотреть массу вариантов и выбрать лучший. Здесь, например, конструкции с помощью небольших алгоритмов превращаются в гораздо более тоненькие при сохранении фруктивных особенностей. Давайте вот это оборудшать. Это специальный пластик, который при подведении к нему электричества начинает сгибаться. Это один из достаточно перспективных материалов. Почему я здесь показываю? Потому что постоянно появляются новые материалы, постоянно появляются новые технологии и очень трудно ответить проектирование, а не параллельно эту новую технологию внутри. Или наоборот перейти на старую. Чтобы быть наиболее эффективно, постоянно иметь возможность менять свой дизайн. и мы можем говорить о том, что это совсем не обязательно, но кроме архитектуры есть остальные прогрессы, остальные миры. И постепенно я вообще на эту картинку обычно показываю другой пример, почему у нас есть система человек. У меня есть моя мышка беспроводная, а к ней есть USB-нтемп антенка. В этой USB-антенке есть огромный обычный порт USB, а после него маленьких антенка 2 мм. И понятно, что антенка могла бы быть размером спичечной головкой. А ключевое место это то, что человеку ее надо как-то брать, как-то вытаскивать, и поэтому она не может быть меньше. Здесь это на самом деле тест-тюринг, шаржик на тест-тюрингах, когда тюринг лет 50 назад при этом как определить появился искусственный интеллект или нет. Интеллект это тот по его мнению и по его идее интеллект, который может обмануть невидящего человека и предвариться человеком. Но здесь у нас наоборот. Ворота пытаются определить человека, человека или робота. И на самом деле это действительно проблема, потому что например, на бирже сейчас покупают акции не люди, а роботы. На заводах производят роботы. И понятно, что они могут быть в творчестве не таким умным, как мы пока, или может никогда не будут таким умным. Но очень много вещей они могут их делать гораздо быстрее, чем мы. Например, резать уникальные стрики. И архитектору в общем-то тут с одной стороны наверное хочется, ну по крайней мере не хочется, уметь соответствовать этому и создавать такой достаточно сложный контакт, который соответствует этому миру. С другой стороны просто я предъявляю, что в какой-то момент нас вырубили. Ну и самая любимая часть, почему этим надо заниматься, потому что это на самом деле творчество. потому что алгоритм это, по моим ощущениях гораздо большее творчество, чем просто проектирование классическое. Я это сравниваю с вареньем мазком. С вареньем живых. когда ты ходишь в взаимодействие с краской, ты действительно с одной стороны не знаешь, как она расходится, в вареньем бумаге, но с другой стороны ты кисточкой выводишь ты, кисточкой по бумаге выводишь ты, и это все равно твое творчество. И здесь у меня такая вторая часть этой лекции, более концептуальная, наверное, о том, что в жизни есть такие вопросы, скажем так, в жизни иногда бывают простые вопросы, а иногда сложные, и в основном сложные, на которые очень непросто ответить. И они не просто какие-то риторические, они исполняют структурные, практические вопросы, на которые тоже очень сложно ответить. По-хорошему вопросу, на который мы не очень хотим отвечать, но нам нужно отвечать как эффектам, дизайнерам, инженерам, хотя бы перед самим собой. я оставляю эти две картинки следующие, потому что в моем институте была такая очень смешная война между одной женщиной и преподавательницей, которая считала, что везде надо зеленую крышу ставить, потому что это очень хорошо, и наряду это красиво, и конструктор, который говорил, что зеленая крыша в Казани, в российской, действительно, не очень реальна. и это была такая война студентов, потому что студенты одной и потом через зеленую крышу в другую заворачивали, и так далее. И на самом деле это достаточно бестолковый вопрос, потому что такие вещи надо доказывать, такие вещи надо обсуждать, и на самом деле есть очень много у меня за это чуть камнем не побили, но есть очень много вещей на самом деле артистатурных фетишей, например, как эти правила современной архитектуры Карбюзье это некие фетиши, они, не знаю, для Карбюзье это были важные манифесты, для модернистов это были важные манифесты, но очень многие вещи мы берем на меру, рошение или флоки. Вот есть линейные модели, я там убрал алгоритм, алгоритм А на Б плюс А на И плюс Б, где увеличение одного байратора дает соответственное увеличение результата. Но в жизни почти такого не бывает. На самом деле в жизни, я не знаю, если вам не хватило на взгляд 5 копеек, это все равно вы не купили хлеб, даже если это всего лишь 5 копеек. Или наоборот, вам вы добавили 5 копеек получили по суперцене гораздо больше, более вкусный прожук, чем в ваших плетах. В пространстве проектов, пространстве проектной модели вот этих возможностей и нелинейных складок гораздо больше, чем я хотелось бы, и очень трудно их прогнозировать. Поэтому с ними просто приходится работать, как-то их стимулировать. если в общем виде, то эта модель может привести к значению те, которые нам не подвластны, и те, которые нам подвластны. Если мы говорим о такой модели, то я сейчас два примера покажу. Первая это таблица Менделева, если вы помните, то сама идет основная таблица, а дальше идет после 103-го, 104-го компонентов идут дальше нестабильные компоненты, нестабильные элементы таблицы, которые в принципе существуют, но как только их создаешь, они распадаются. И так как это более сложный элемент таблицы, они распадаются, 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 но если идти дальше, то в какой-то момент находятся острова стабильности, то есть 531-й, 534-й элемент, они стабильны, они почти не встречаются по природе, но они реальны. И если помните в Iron Man 2 они создают такой компонент и сейчас есть второй пример. Есть базовый остров стабильности, но например для зебры такой окрас, такое биологическое решение это некий остров стабильности. Если она станет с зелеными полосочками вдруг, то ей наверное как-то не очень будет жить, а может наоборот будет гораздо лучше жить, но она не если даже не была возможностью, она считает не рисковать, и происходит как по-черному делу, потому что живут же как. На самом деле типология архитектурных сооружений и вообще стандартный дизайн он примерно такой, это остров стабильности, где более-менее все понятно и более-менее все хорошо. Но когда мы делаем модель параметрическую, когда мы начинаем смотреть варианты, когда у нас есть собственный инструмент возможность прорабатывать тысячи и тысячи вариантов, может быть мы найдем какие-то другие решения для архитектуры, которые будут не менее, а может быть и более эффективны. У меня очень простой пример, я как-то работал с парнем из девелопмента, и тут простые вопросы, он сообщает, что чем выше эффектное жилье, тем оно дороже на 10%. В хаусе стоит почти 1,5 раза дороже. Ну и другие варианты. Что из этого следует, что в принципе строя консольные конструкции и увеличивая площадь жилья наверх, мы достаточно много выиграем денег, гораздо больше, чем просто увеличивая, ну в смысле не больше, но достаточно ощутимо, и это может повлечь, это может быть выгодно девелопмента. Я не знаю, как, может быть, у вас по-другому, но в моем время нас как бы учили, что консоль это плохо, что это очень дорого, и нормальный здравый девелопмент никогда на этом не раскошенится. Оказывается, что девелопмент на этом как раз раскошенится. Надо только понять, а собственно, какими механизмами мы он мыслит, спросить его. И вполне возможно, на самом деле пик этого активно использует, что разобраться с этими правилами мы можем построить совсем необычное здание, которое будет гораздо более эффективно. Параметрическое исследование это всегда проектирование это всегда исследование. Просто за то, что нету никакого правильного подхода, как проектировать. И, на самом деле, наверное, самая большая ценность параметрического подхода, в том, что ты начинаешь для себя прописывать очень четко не какое-то сочинение о том, что концепция этого здания я вдохновлялся бабочками и поэтому меня портил здание бабочек. А некое достаточно формализованное вык, которое самому тебя выводит на путь истинный и не дает тебе собственного правильного. Это немножко есть другой стороны, но когда ты начинаешь проектировать параметрическую модель, знания, стула, скамейки, неважно, у тебя всегда начинает постепенно с опытом все это делиться на какие-то часть. Понятно, что у тебя есть какая-то гипотеза, что, например, на скамейке удобно сидеть вот так вот, и поэтому она влияет на модель этой скамейки. Понятно, что у тебя есть какие-то параметры, которые ты хочешь менять, есть какие-то данные, которые просто нельзя видеть. Понятно, что тебе нужно разработать какую-то стратегию о том, а собственно из этих параметров как такая скамейка получает. И тебе как-то надо оценить это все. И отсюда наши друзья урбанисты эту тему любят. Можно говорить не о объекте, который ты такой молодец, сидишь, умная, дорогая, проектируешь, а потом как этот проект будет развиваться. Например, про скамейку не очень интересно думать, может, не интересно, как это развивает, а вот живой дом или какое-то общественное, особенно общественное здание или губанистический проект, там уже правильно важно как он будет развиваться. Сколько это будет стоить, например, если кризис, что с ним возит. И это та возможность, которую можно и нужно закладывать в проекте. И задаваясь одним вопросом, мы упомяем на очень банальный, в самом деле, глобальный вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Это действительно так, потому что до сих пор я себе до какого-то момента не мог формулировать, а собственно для меня что такое хорошо и что такое плохо. Я проектирую каждое здание, а что для меня хорошо и плохо. Собственно зачем я это проектирую? хотя бы как-то абстрактно понять, а из чего я исхожу? Зачем мне это нужно? Потому что когда мы делаем анализ любого здания объекта, если этот анализ не линейный, то вопрос, как мы это оценим. Например, если мы делаем стекленный фасад, то мы оцениваем освещенность помещения и мы оцениваем стоимость этого фасада. А вопрос, а что из этого важнее, стоимость фасада или освещенность помещения? Понятно, что такие вещи надо приводить к единому занимателю. Например, к деньгам. Сколько стоит освещенность помещения, это очень хороший вопрос, но как-то оно стоит. если мы докажем, что повышение освещенности на 5% повышает работоспособность людей на 50%, то, наверное, на 5% стоит продышать. А может, и нет. Вопрос, просто как вы оцениваете работу людей, которые там живут, которые иногда работают. И вообще как оценивать все? И здесь приходится, так как вопросы, как слишком много вопросов появляется, ограничить масштаб исследования, масштаб вашего проекта. Его нужно очень проективнее не то, чтобы ограничить, принимать просто для себя, сжать его, использовать. Что вы не будете работать с социальной динамикой, а будете с статистикой работать. И так далее. И такой проблемный момент появляется где здесь творчество, а где здесь наука, что-то, где здесь прагматизм. Потому что скамейки, поверхности, они могут быть очень красивы, но когда вы говорите, что они лучше, приходится доказывать, зачем они лучше. И тут по крайней мере многим моим студентам является нашим колоком, потому что они доказывают, что вот эта замечательная поверхность, она еще и лучше освещает. В какой момент оказывается, что ничего она не лучше освещает, все это стоит будет в миллионы раз дороже, а красота достаточно спорная. я предпочитаю сразу понять, что из-за этого действительно наукой, где я буду действительно серьезно доказывать, что мой дизайн лучше, где я действительно буду четко говорить, что это творческий жест. Просто нужно сделать. и все это подводит к очень простой позиции. Наверное, не только параметрика приводит людей к явлению собственной позиции, но по моему опыту все студенты, почти все студенты, которые я знаю уже несколько лет, которые участвуют в разных парт-жопах точек вленья, они постепенно развиваются, они находят собственную позицию, они, если сначала кто-то конечно у многих есть свои собственные позиции, кто-то как если сначала молчал или там соответствовал тому, что я могу олюбил или кто-то другую, в себя они понимают, а собственно где их мнение, где их эстетика наконец-то, где их вкус и там будет эти границы. Я надеюсь, что это было не очень сумбурно, я не знаю, как это с вашей стороны выглядела вся лестка в последней камере. Собственно в таких слоях появился точка потому что мы поняли, что вот это все классно и здорово только этому институте не учат. А более это не учат, как бы еще и точно не будут учить. А если будут учить, то совсем как-то не так, как нам бы хотелось. Поэтому мы придумали такую концепцию горизонтального обучения, когда люди учат друг друг друг. Параллельно. Это пример из нашего воркшопа на Стрелке в Москве в 2011 году 4 группы студентов каждый занимался своей темой проактивностью в взаимодействии с объектом, собственно проектированием фасада, деталей, как она будет производиться. Моя группа занималась собственно архитектурным проектированием, была городостроительная группа. Кажда из них писала свой алгоритм или несколько алгоритмов, которые потихоньку синхронизировались в единый масштабный алгоритм. Это было достаточно, точнее нескольких таких длинных алгоритмов. И постепенно синхронизировалось и начинало для человека без интерактивности вдруг оказывалось ясно, как его модель взаимодействия поверхности с человеком может переноситься в городостроительные решения. Что множество людей, которые взаимодействуют с одной поверхностью, могут заставить здание как-то подвинуться в другую сторону. Я сейчас образно говорю, это достаточно важно. Ну и вот, в общем, они учились и учились. Это две фотографии того, что у нас получилось. Это экспериментальная штучка, она достаточно сложная в изготовлении и в мыслях, которые в ней были. И, в общем, точка их линии, это такой открытый, исследовательный образовательский проект. У нас там было три человека, сейчас мы немножечко остались вдвоем, но не важно. На самом деле, за это время мы прицепили идею в том, что хотя три или два человека, мы, собственно, организаторы. Мы делаем какие-то ивенты, мы приглашаем людей, мы делаем лекции свои, но на самом деле это все маленькая ячеечка. Вокруг нас очень много уже крутых ребят, которые каждый варят со своим цехом, каждый делает что-то свое очень классное, зачастую не знают ни о ком другом. И в любом случае, даже если знают вот это создание диалога между разными командами, оно очень сильно позволяет прокачиваться как и нам организаторам, это наш интерес, так и командам. Так, например, мы работаем с Урдом ЛАПОСБГ, это городостроители из Санкт-Петербурга, группа Моногруппа из Белоруссии, ребята очень крутые, есть такие ребята Паралаб и другая команда Playmarki.com две группы, постарше и помладше из Амархи ребят, есть такой сайт Матрешка, где ребята занимаются интерактивностью и так далее, и так далее, и сейчас мы уже подключаемся, вот мы летом привезли немцев англичан, только что неделю назад я закончил воркшоп нескольких немцев, очень молодых чуваков нас в Амархи. Вот я надеюсь, что ребята из Уфы, которые все совершенно случайно знали, потому что вы зарегистрировались на игроскопереда.com и мне посыпались сотни, может не сотни, десятки вопросов, а кто это, а что это, и почему мы их не знаем, собственно у меня был такой же вопрос, я надеюсь, что как-то если первая ваша активность включится, мы как-то включим все взаимодействия всех, и я сейчас большая сеть слушающим студентам, я надеюсь, они не убежали, и к ребятам, я надеюсь, что мы как-то встретимся, например, в рамках летнего воршета на стрелке, в этом году мы что-то совсем другое хотим придумать, я не хочу пока разглашать, но это будет совсем эпично, еще у меня есть такой инсайт, как я учусь в институте стрелок, что в чем летом у нас стрелки в этом году будет ужасно эпично и ужасно, впечатляюще, поэтому я надеюсь, что всех вас увидит, вот, собственно, на этом я был там, я жакомен, спасибо. если у кого-то есть вопрос, я могу ответить. Эта лекция же не у нас эти точки зрения, я просто... Нет, эта лекция не у нас эти точки зрения. А вот просто об этом, ну вот, о многих этих вещах впервые мы слышим, и вот то, что мы здесь читали лекцию, многие вещи, это просто то же самое другими словами, это же мы не знали про эти, про эту информацию, которую вы в этой лекции знаете, у меня был такой смешной опыт на первом маркшопе стрелки, когда мы проводили свою, ну, например, свою лекцию, он просто Даниил проводил по городостроительной лекции, а во дворе был совсем другой форум про их делание игр, там еще речь была о том, как классно внедрять рекламу скрытую в компьютерные игры, потому что люди в реальной жизни понимают, что это реклама, а в игры не понимают, ведут. Но не важно, о чем была лекция, о том, что примеры, почему это хорошо в играх, были совершенно те же ролики, которые Даниил использовал в лекции про городостроительство. Я думаю, почему я начал с всяких аналогов, не знаю, было это понятно или нет, то очень многие вещи параллельно происходят во всем мире. я подозреваю, что, ну, тенденции, я подозреваю, что во многом влияет интернет и то, как работает интернет, то, как мы строим взаимоотношения в интернете, которые везде одинаковые и которые сильно влияют на умы многих людей параллельно. Может быть, это просто технология, может быть, я ошибаюсь, но, безусловно, очень многие вещи параллельно происходят, и, естественно, что вы, может быть, ссылаетесь на те же вещи, может быть, рассказываете примеры на те же вещи. С другой стороны, в точке влияния и вообще в любой нашей тусовке, в точке влияния мы просто очень много это обсуждали, поэтому мы знаем, что у каждого из нас есть не только свои интересы, но и свои положения. например, я за обгрыженное ручное производство, ручное проектирование. Я считаю, что никогда автоматизированного проектирования в полном смысле этого слова не будет и не нам. Эдуард считает, что наоборот, что оно будет, что его надо сделать, что это все будет здорово. Это наша позиция. Может быть, эти позиции даже интереснее, чем то, что у нас попадает. Ну, еще такой вопрос. Как ты считаешь, в правильном направлении развивается сайт «Grossuper.com»? То, что там выкладывают не части из скриптов. Там картинки, по-моему, выкладывают. там выкладывают только картинки. Коллективные альбомы, получается. Ульоны, всякие там. Вот он мешает, «Grossuper.com» мешает отмениваться с этими. Не то, что мешает, помогает. Есть. На самом деле, социальная сеть параметристов в мире, она должна больше как фитхак работать. То есть, как хранилище дефинишенов и компонентов, которые там сразу объединяются и их можно обменять. Ну, я не применю, в принципе, слово неправильно развивается или как-то оценивается, потому что на самом деле развивается там не то, что какие-то организаторы это поменяют, а просто так оно и есть. И люди мешают. Или шарят на самом деле. Многие люди раздают свои технишки. Или многие люди некоторое время тормозят, дорабатывают и потом выкладывают это как компонент из технишки. Наверное, гиддхамовский подход он возможен с паркованием и так далее. Но, ну, да, давайте, сделайте это, сделайте, или давайте сделаем. и в принципе, не знаю, на всех наших варкшопах все делятся со всеми алгоритмами. Честно скажу опыт наших варкшопов, что все со всеми делятся алгоритмами, никто их потом никогда не сможет. Потому что, если у тебя есть понимание, как это работает, то тебе интереснее легче создать это самому. Здесь есть момент в том, что в текстовом программировании есть несколько конвенций, традиций, как оформлять алгоритм, как документировать. есть большая документация в идеале и когда люди выкладывают, они в принципе это делают. В definition нет никакого примера, и, к сожалению, минус, что есть большая свобода, как оформлять алгоритм. Я знаю, что даже с Сашей Болгаревой, когда мы с Эдиком, когда мы делаем алгоритм, мы одно и то же делаем по-разному. Еще есть конник, что быстрее. Для кого-то важнее, сколько какая-то мышечка он сделан, для кого-то важнее, несколько миллисекунд они тут просчитывают. Естественно, что в разных ситуациях темно, и у нас был опыт, когда мы делали, есть такой открытый документ, где мы вместе с людьми пытались написать конъюнцию, как управлять алгоритм в той схеме. И, в принципе, мы для себя написали, мы ей соответствовали. Я не уверен, что мы должны сейчас ее выпускать как брошюру, что все ваши студенты или вы делали как актов, потому что все равно никто ничего делал не будет. я не знаю, как ответить на твой вопрос. Наверное, хорошо, если был GitHub. И, кстати, очень много людей скачивают эти примерки. с другой стороны, лично мне и лично очень большому количеству людей легче самим все сделать. И тут начинается немножечко интересный тема, потому что каждый раз, когда ты смотришь картинку на perso.pd.com, ты начинаешь думать, как это сделать. И есть целый ряд примеров, когда люди смотрели, смотрели, придумали, придумали, потом придумали совсем не то, как это было сделано, не изобрели какой-то другой способ. И в этом согласись есть тоже свои прелести. Не используются чужие definition не из-за того, что интересны самому, а из-за того, что они частные случаи только рассматривают эти definition. Они не универсальные и в другом случае просто не будут неправильно работать или вообще не будут работать. Это скорее из-за этого происходит. Они что-то ... Ну вот еще вопрос. У нас стрелки на воркшопе летом. Там использовались реальные данные вот в Твиттера, там, с WorkSquare? И вообще реально ли использовать эти данные на данный момент для проектирования, для анализа, для какого-то... Это хороший вопрос, потому что сейчас наверное изменить антизавы у нас нет, мы не там пранжены. В общем, я сейчас занимаюсь активно использованием WorkSquare в построении своей теории относительно года, в этом мое исследование настрел, если вообще обобщить. Я настрел, воркшопе не был испортен, потому что в общем-то, во-первых, мне забавно слышать, что это физические данные, хотя это интересная идея, что данные Твиттера это физические данные, это достаточно абстрактное сообщение и вопрос как их интервестируют. Например, я могу вам сказать как на духу, что после месяца исследований мы те выяснили, что северо-западная часть Москвы гораздо более активна в интернете, чем юго-восточная. И нам потребовалось еще неделю ответа, чтобы понять, почему. Ну и до сих пор я не знаю, почему точно. У нас есть жесткая, достаточно логичный вывод, что розовертов в Москве северо-западной на юго-восток, соответственно, на северо-западе строилось все жилье более экономическое, на юго-востоке больше индустриальные плотности. Поэтому там людей меньше живет чисто по плотности, поэтому они меньше. Ну и плюс там работают жили-западные рабочие, которые меньше видят. Соответственно, объяснить, что этот Foursquare действительно значит и что он точно значит при проектировании чего-нибудь очень-очень сложно. И это будет все время довольно притянут и заложен. С другой стороны, мы игрались, использовали и вполне это легко использовать например, сенсоры. Ну вот данные Foursquare, их легче собрать и потом использовать. Я этим занимаюсь. Это в принципе абсолютно реально, абсолютно возможно. если не считать определенных технологических и правовых ограничений, которые налагаются на это. В остальном это можно все легко использовать. Тут вопрос скорее, а как это использовать, как доказать, что это правильно. с этим вообще большая проблема с данными, которые последние годы стали получаться электронным таким путем. Вот даже в базаре, в АфтоСс-базаре есть такая функция расчета ветровых нагрузок и там подпись то, что эти данные нельзя использовать. Нельзя не опираться как на данные исследования. И встает вопрос можно ли опираться на данные, которые рассчитывались старыми методами, те же самые то, что мы используем в хоствере, как раньше с соцзапросами можно было точнее данные. Ты думаешь, с соцзапросами можно было? Я и говорю, что вопрос качественнее соцзапросы или просто ответ? Вопрос о соцзапросах, правильно? Это абсолютно стандартный вопрос вообще ко всем исследованиям. А насколько они правят? Вы думаете, от того, что инсоляция 2,5 часа в вашем доме что-то хуже стало? По принципу, это достаточно условно. Расчет, что инсоляция будет сколько-то люминов, освещенность будет сколько-то люминов и люксов, это тоже достаточно абстрактная позиция. Тут приходится так бить по площадям. Чистота любого метода дает очень спорный вопрос. Со мной учатся студенты социологии, они говорят, что любой социологический опрос в принципе ничего не говорит. То есть он говорит очень маленькие вещи. Совсем не то, что, не знаю, архитектору хочется думать, что он говорит. В этом смысле метод данной интернета говорят гораздо больше, потому что никто, когда вы пишете в Твиттере, вы не знаете, что вы что-то хотели соговориться с цитологическим исследователем. В этом смысле это гораздо точнее. С другой стороны, это не репрезентативная группа, так как, всем понятно, есть тысячи бабушек в Москве ничего не видят, а учитывать их надо. Поэтому это вопрос метода, это вопрос формулировки. То есть мы составили общую схему, как будет работать целая программа, которая будет с вами проектировать. И там, вот сейчас я впервые увидел твою схему, там тоже мотель, она анализируется, потом изменяются параметры, опять по этим параметрам строится мотель, анализируется, изменяется. Так что это получается с двух сторон к одному и тому же мы пришли. на самом деле эта штука я написал давно и она такая не то что примитивная, она как базовая. Я сейчас больше другими вещами интересуюсь, когда можно какие-то вещи просимулировать, сказать, что а вот люди ходят ну вот как-то так, а конструкции могут влиять на людей, потому что мне так хочется. Вот как вот так. В результате получается какой-то совершенно непредсказуемый продукт, который в некотором смысле базоватный ответ на поведение людей. Это такой генеративный подход и он к этой картинке абсолютно никакого отношения не имеет. Он по другому работает. Но в моделирование когда люди ходят, это же анализ, который потом повлияет ответ на изменение модели. Это не анализ, моделирование как люди ходят, это не анализ. Это симулятор. Но мы же моделируем... Анализ, там где есть объем, ты его оцениваешь, там какой-то объект или какой-то что-то, результат, его оцениваешь. Вот это анализ. В смысле в контексте той картинки, которая показала. Если ты имеешь в виду анализ поведения толпы на данном участке, то это какие-то данные, которые... Я про свою картинку там имел в виду как данные. Но вопрос, что ты никогда не знаешь, как люди будут ходить в твоем объекте. То есть мало что они сейчас по заброшенной стройке никто не ходят. Это же не значит, что они не будут ходить под моим оборудованием центра, который там построят. А вот как они ходят, это совершенно непонятно. И это вопрос симуляции. То есть я вижу, что подходов на самом деле может быть немного, но я не могу сказать, что там такой же ответ. Ну вот в том положении, там я все-таки считаю, кто этой схеме подходит. Потому что там же мы... Симуляция это создание гипотезы, так ведь? По которой... Ну, по этой гипотезе создается модель, которая потом анализируется. Она может неправильно анализироваться или там неправильную оценку выдать может анализ, но все равно это лучше, чем ничего и... Без вам, без вам. Ну так что там то, что у тебя была гипотеза, вот это и сейчас есть симуляция. Так что я не понимаю, почему это не относится к той картине, к той схеме. Я... Наверное, сейчас мы в частности уходим. Я... Там под гипотезой немножко не гипотезу поведения людей, а гипотезу, как поведение людей перерывит объем мозга. Что, в общем, непонятно. Ну, хороший вопрос. Я им, скорее, так думаю. Вполне о том, что все можно привести к каким-то схемам. Понятно. То есть там местами меняется. Сначала симулируется приемель, и уже по ним удается модель. А не так... Ну, это я понял. Да. Да, примерно так. Но если по кругу ходить, создать какую-то модель, проверить и просимулировать движение толпы, потом этот анализ, он выдаст какую-то оценку, и по этой оценке опять, вот по этим революционным, по генетическим алгоритмам, опять изменить модель. Модель. То есть, закольцовывается, и получается в итоге тоже можно сказать, что реальность симуляции может быть и вначале, и раньше, чем по строению этой. Так что... Знаешь, я тебе приведу, можно говорить, что это одно и то же, но на самом деле разница в результате. То есть, как тебе сказать, муравей, который строит муравейник, это одно, а если мы как-то оценим движение муравьев и пытаемся попытаться сделать в доме хранение, это будет совсем другое. Ну, я не знаю, как это, но просто если убить даже генеративный дизайн уголя или параметрический центр, это абсолютно разные по формам образования объекты, это институциональная разница, принципиальная разница между двумя подходами. Фрактал чего-нибудь это фрактал ни с чем не спутываешь, он впечатляет, и он такой вот, благодаря подходу, как он моделируется. Из любого, что там, шарика, вычитай какие-то другие шарики, ты, не знаю, белая ловка, не получишь фрактал. Ну, когда, год назад, в марте, 11-го года, когда только возникла идея сделать программу, мы тогда нашли программиста, знакомого, которому написали примерно, что мы хотим. Ну, вот, тоже так, по скайпу с ним поговорили, он говорит, ну, вы там, что-то видите, там, опишите, примерно, какие идеи у вас есть. И мы вот там написали тоже, что-то про моделирование движения людей, либо по этим потокам будет строиться, как, ну, уже архитектура, вот написали, но он так, в итоге не ответил, и вдруг, перестал, но тогда, наверное, предсто, просто писать. И вот, получается, в самом начале, вот, тоже думаешь, что сначала может быть симуляцией, а потом уже по ней строится модель. Сейчас вот, получается, наоборот, думаем, потому что, когда сначала строится модель, а потом она анализируется, то ее можно анализировать по разным задачам. Например, когда симулируем движение людей, мы проверяем только одну задачу, это, там, удобство, эксплуатации, пожарную эвакуацию, еще такое. Вот, а еще же куча других задач, отельных задач, которые, задачи красоты, задачи экономичности, и вот, и эти все задачи можно проверить, в котором в отеле, и уже все эти задачи... мне немножко не нравится слово «задачу проверить», и тем более, абсолютно совершенно, когда мне не подходит вот этот подход, оценить красоту. То есть, если, извини, мы вылюбим, как сказать, купим, сосисочку, то миллион сосисочек не будет очень красивым. Ну, что бы ты ни делал. Ну, может быть, одна из них получше, чем другие, но все-таки, какашка, она и есть какашка, назовем прямо словом. Я говорю, с вами так, когда ты на гончарном кругу лепишь из глины кувшин, вот эти твои руки, они могут быть, не знаю, метафорически, с вами, ты можешь использовать движение людей, как фактор формотворчества для твоего кувшина, так же, как руки и гончарный круг. Может быть, ты туда приложишь, не знаю, теорию, или теорию Календинского и наложишь на шум, который автострадой, и получишь какие-то другие формы. Это, безусловно, формотворчество, это тупо порчество. Оно может быть более эффективно отвечать шуму автострадой, движению людей, но это во многом, это не теория. Это не значит, что, опять же, мы обязаны посчитать движение людей и вообще-то другой вопрос, вопрос соответствия и вопрос качества. То есть, то, о чем говорил, все жилые здания должны в каждой комнате освещаться не менее 2,5 часов времени. Это по закону, поэтому мы должны все проверять, чтобы оно соответствовало. Это конечный анализ. Подходит замечательно. Можно также оценить из тысячи вариантов, какая из них самая красивая. Подходит замечательно. Это анализ. Это очень важный элемент, но это не единственное, чем единое. Если мы сделаем, опять же, кубик, то мы можем выбрать самый красивый кубик с золотым сечением, на этом все равно будет всего лишь кубик. А если мы используем что-то, возглавляющее нас какую-то анимацию, поток, движение, какая-то, как будто, какая-то чарльзер-круга. Так как этот возглавляющий формообразующий метод, это будет другая часть созидательная. Они не одинаковы по сути. Наверное, это сложно про кому-то объяснить. Я понял, что ты имеешь в виду. Но когда мы симулируем движение шума машином или толпу, и то, что потом получается, мы заранее, когда мы еще только симулируем, мы не можем вообще контролировать красиво, или в итоге получится. у нас что получится, и мы, что получится, то получится. Да, безусловно. У нас будет только опыт. И только опыт в процессе этого созидания как-то там по-другому руку прижать, не знаю, как с глиной работать, другой глиной упуцарить. То есть, мы в итоге все-таки проанализируем, насколько это красиво, то есть на глаз просто посмотрим, и опять, и опять изменим изначальный монастырь, по которым строится молодые опять. Может быть, не опять, может быть, ты же, когда кусок глины ставишь на гончарную крупу, начинаешь с ним вращать, ведь это некрасиво, ты же не другой кусок глины ставишь, а ты начинаешь этот менять. Я имею в виду, что ты прямо в реальном времени формообразования начинаешь как-то это лепить. Ну ладно, я действительно сейчас вхожу в какие-то даже не то, что дебри, а просто безкучий экспорт. Я не видел, что это другие слушатели простые дилеты. Хотя, вообще, сговорит дебри. Ну, другие, вы тоже за такие вопросы, если хотите. Никто же не сдаёт. Есть какие-нибудь лекции на его? На сайте .ручтение есть лекция? О ком? .ручтение 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 Я бы, если часто, советовал больше... там много каких-то лекций. У нас ещё есть делали на Первом сервисном радио. Но, не то, что умерло, а оно замерло. Там до сих пор огромная куча наших подкастов с разными программистами, художниками. Не знаю, кем там, историками и философами. Я специально их послушаю, очень много. Я все прослушал. Некоторые даже поговорятся. Может надо тоже, чтобы все послушали. Короче, там все началось. А вообще... Мне, кстати, интересно... Это все замечательно, только... Даже немцы мне сказали, что в институте и у них там создали преподаватели программирования в архитектурном институте. А даже они мне сказали, что многие преподаватели против. Я хочу не то, чтобы быть честным, но все равно не поверить, но все равно предупредить, что у нас постоянно... Не то, что в случае, мы уже как-то спокойно поймут. Есть студенты тоже спокойно поймут. Все замечательно, какие-то преподаватели у нас поддерживают. Вот вас Оля, слава богу, поддержала по своим причинам. Но... Когда студент что-то показывает, старые преподаватели, многие преподаватели, не очень это у вас так... И совершенно, кстати, правильно привлечь. Потому что даже если у тебя очень сложная эта форма, ты должен доказать, почему она такая. И... Ну, за этим там там какой-то генеральный текст, генеральный объяснение. В общем, это все не так весело с точки зрения политики, политики обучения в институте, и вообще политики в реальной жизни. И это такой челлендж. Да, это у нас тоже актуально, может даже больше, чем в других местах. Так мы тоже все ощутили. И... Ну, очередь. Да. Даже Юлия Викторовна говорит наоборот, что как раз из конфликта с преподавателем у нас все это и возникло. Ну, Юлия Викторовна, которая имплазирует, там вот эту книгу, все это продвигает, руководит этим всем движением. А она говорит, что даже наоборот, то, что преподаватели запрещали или препятствовали применению вот этого всего, то, что это наоборот нам на самом деле помогло. Потому что как истина рождается в споре. Викторовна. Ну... Тут есть... Я не знаю, как это правильно сказать, некая, для меня не очень нравящаяся тенданция вот это просилка про гроскопер ТДФО, хорошо ли не разбираться. Есть минус. Даже не только для меня, в принципе этого механизма, как это работает, и у нас заключаются довольно банальные вещи, когда вы не знаю... Я Юдар, кто там... Вы, ребята, рассказываете этот подход, и обучаете его вообще программированию, и директ. Начинают обсуждать, что вот так и надо делать. А Филипп сказал, что вот так. И если про программирование это правда, если вы программируете, не знаю, точку запутую на конце каждой строчки, это действительно честное право для процесса. То по поводу подхода, как проектировать, как сделать архитектуру, это неправильно. Это субъективный подход. Например, мне нравится идея иплазии, а кому-то она может быть не нравится. Но программирование от этого, параметрический подход от этого не становится хуже или лучше. Он не в том, чтобы делать как-то так вот, не в том, чтобы заниматься промоотворчеством или самоорганизацией, или иплазией. Это такая детственная чистая лаборатория, что ли, в которой каждый может развивать что-то ему. Я очень боюсь, мне не очень, мне не нравится такая достаточно естественная тенденция, что студенты вместе с инструментом начинают перенимать, пытаться перенимать и воспринимать как данность и методологию. Я просто должен поделиться со мной. В смысле, что в мухе отдельно, скотлет отдельно, и в квартире отельное. Ваши идеи отдельно, и параметрик отдельно, и мои идеи отдельно, и параметрики отдельно. Ну, Шумахер с самого начала, в самом манифесте сказал, что это именно будет глобальный стиль, который заменит все остальное. И вот такое революционное и заменяющее отношение он с самого начала и привил ко всему этому. И я не согласен всем, что это плохо. Я не знаю. Такое же субъективное мнение, как и к военному. Ну, опять, то, что у всех по-разному, и то, что такой плюрализм – это хорошо, вот с этим я не знаю пока согласен. Ну, не согласен, не очень. Я все-таки думаю, по-любому из нескольких решений одно будет всегда более правильное. И нужно только найти, которое из них более правильное. То есть правда только одна, истина только одна, по-любому. Другое дело, мы можем ошибиться. На самом деле я говорю, что я готов подписаться, что плюрализм – это очень хорошо, при условии, что как бы все участники этого плюрализма, все, кто обладает разным мнением, они достаточно одинаково образованы. И они не затыкают себе в уши воск, говоря, что вот этого я не буду изучать, потому что я хочу быть неграмотным и иметь свое мнение. Вот это мой плюрализм. Вот это очень часто происходит, причем, не знаю, везде, со всех сторон. Когда говорят, у меня есть моя позиция, поэтому я ничего изучать не буду. Поэтому я ничего думать не буду. И ни в какой диалог лезть не буду. На самом деле в каких-то диалогах, в руганье и в конфликте рождаются позиции, не одна какая-то позиция, а у каждого своя позиция. Только такая четкая, выверенная и правильная. Ну, какая-то основная базовая позиция, которая действительно у всех своя и которая нельзя изменить. И на которую уже можно наложить потом какие-то соответствия, несоответствия, согласия, несогласия. То есть, например, вот эта война моя с Эдиком, что нужно ли сделать единый огромный алгоритм, который все сам делает или нет, это для меня такая базовая война, в которой каждый из нас живет в своей вселенной, каждый из нас считает, что такое хорошо, что такое плохо. Другое дело, что исходя из нее мы можем воевать в разных конкретных вещах и находить лучшие варианты. Но ведь мы не знаем, кто из вас прав, но в любом случае прав только один из вас. Мы можем просто искать. Я абсолютно уверен, что нет. Или может не один из вас. Или может не один из никого вообще. А ты? Может вообще никто. Но в любом случае правда она только одна. Ну, то, что плюрализм такой, что от всего оградится, это плохо, это разумеется так. Но с другой стороны, когда человек считает, что только его мнение правильное, то он наоборот больше лезет в споры с другими, и наоборот он получается больше развивается с другими. А структивный этот спор или нет? Я, кстати, не очень вижу такого. Грубо говоря, русские националисты не очень лезут в спор, что там какая нация лучше. Они как раз просто тусуются в себе и обсуждают друг с друг с другом, что русские хорошо. Я такой же грубый пример, но это так и происходит. Барометристы не лезут в спор с классиками, может быть и не надо, о том, что хорошо. Они тусуются друг с другом и говорят, что про метрик это хорошо. Классицисты тоже говорят, что на самом деле все придумано в Древней Греции и так и надо делать в белых красках с фипросилами и так далее. Они не спорят об этом, они тусуются в своей команде. Потому что такие вещи, они не очень конструктивно спорят, потому что, правда, мы с тобой можем бесконечно ругаться. Вот. Почему я это хотел сказать? На самом деле, в чем для меня это абсолютно субъективно, может быть специфика моего мышления. Ценность параметрики это в том, что мы с вами хотим того или нет, всегда выходим в такие разговоры. Это для меня самая большая ценность, что вроде как начинается запрограммирование за то, что машина все сделает, это неизбежно. Выходят какие-то философские рассуждения о деструктивности диалога, о феноменологии, о дискурсе, о структуре мироздания, о том, что такое красота, о том, что такое мышление, что такое разум, что такое вселенная, что такое материя. Тогда это действительно так происходит. Мне, я не знаю, я могу сейчас назвать после полугода «Учеба в стрелке» с десяток книжек, которые каждый человек обязан прочитать, чтобы быть архитектом, чтобы быть градостроительством, который в институте не учат, потому что у нас старели институты. Но, с другой стороны, я понимаю, что кто-то до этого был на Западе очень грунт, что там хорошее образование, что там это заставили читать, что там людей заставляют ругаться. У нас в институте не очень заставляют ругаться и обсуждать какие-то теории, мысли. Вообще, все, что творится в градостроительстве, то есть, как мы застряли на модернизме в градостроительстве, так мы сидим на нем, хотя все давно уехали. О, и у меня тоже сраб головой было. Вот. Но, ну, куда я и на стрелку меня проветрить привел, и к этим разговорам, ну, тип моего мышления меня убил проветрить. Меня убило программирование. Я думаю, что, наверное, нам надо завершать этот разговор, поэтому я как-то пытаюсь положительно закончить этот монолог тем, что параметрики, там, можно с компьютером, можно и без компьютера программировать. Постепенная развитая работа вот этой логикой формализации своих творческих комбинций, формализации своих творческих программ, каких-то своих научных подходов и анализов, разбор мелочей до «да» и «нет», до «черное» и «белое», всех алгоритмов, всех методик, он приводит неизбежно к такому достаточно существенному структуризации вообще всего знаний и всех понятий понятий, понятийного аппарата человека. Мне кажется, что вот это, ну, самое ценное в промежке, который есть. Да. Заклассно. Ну, тогда давайте, наверное, за тех, кто оканчивает этот разговор. Я надеюсь, что студент не умеет.